19 сентября В 1966 году Твиги была признана лицом года по версии Дейли Экспресс. Вскоре девушка стала лицом модного Лондона 60-х. По мнению некоторых историков моды, именно Твиги можно назвать первой супермоделью. Твиги была награждена двумя премиями «Золотой глобус» за роль в экранизации мюзикла «Бойфренд». Затем вышла на сцену в роли Элизы Дулиттл в «Пигмалионе». Твиги постоянно выступала на телевидении. Например, в 1976 году она была приглашена в качестве гостей на популярную кукольную телепередачу «Маппет-шоу». Также она выступала в качестве судьи в популярном телешоу «Топ-модель по-американски». Лауреат государственной премии Российской Федерации Карен Хачатурян тоже родился 19 сентября. В 1938 году поступил в музыкальное училище при Московской консерватории, где занимался сразу по двум специальностям – фортепиано и композиции. Музыкальная общественность, коллеги-профессионалы, любители музыки открыли незаурядный талант Хачатуряна буквально с первых шагов его творчества. Его творчество отличается разнообразием жанров, обращением к различным национальным ладовым пластам, широким использованием полифонических форм. Карен Хачатурян – автор музыки к 50 игровым и анимационным фильмам, 20 театральным постановкам. Музыка Хачатуряна известна не только в нашей стране, но и за рубежом. В этот же день родился и французский скульптор Агюстен Пажу. В 1738 году он завоевал Римскую премию и Первую премию Королевской академии. Это позволило Пажу несколько лет проучиться в Италии, в частности в Риме. Благосклонность короля и покровительство мадам Дюбари обеспечила скульптора после возвращения на родину крупными заказами. В 1760-х годах Пажу был занят выполнением работ по украшению различных официальных зданий, таких как Королевская опера Версаля, Парижский полирояль и Дворец юстиции. Агюстен Пажу считался одним из лучших европейских скульпторов второй половины 18 века. Его работы хранятся в крупнейших художественных музеях мира. Субтитры создавал DimaTorzok